Здравствуйте! Вы смотрите новости Стмэнги ТВ. И сегодня в выпуске. 20 выпусков новостей, развлекательная программа и десятки репортажей из разных уголков мира. Канал Стмэнги отметил свой первый маленький юбилей. Святость субботы соблюдается на протяжении нескольких тысячелетий. Иудеи готовятся к ней очень тщательно. Приведу один из ярких примеров современности. В прошлом году главный раввин России Берл-Лазар, чтобы не нарушать правила субботнего дня, прошел 30 километров пешком. Он проделал долгий путь от аэропорта до дома из-за задержки рейса. Дело в том, что самолет из Белгорода приземлился в московском аэропорту за 10 минут до наступления шабата. Дабы не нарушать правила субботнего дня, Берл-Лазар отправился домой пешком, а по возвращении пришел в синагогу на утреннюю молитву. Есть к чему стремиться. Тем временем наша съемочная группа отправилась в хоральную синагогу и увидела, как идет подготовка к шабату. Молельная комната для горских евреев расположилась на втором этаже хоральной синагоги. При входе в глаза бросается необыкновенное убранство зала. Колоритные ковры, яркие таблички, пестрые ряды священных книг и, конечно, шикарный стол с кошерной трапезой. И вот сообща мы как бы накрываем стол. Ничего такого экстравагантного. Обычный скромный еврейский стол. Несколько блюд. Все кошерное, соответственно. Все блюда куплены в ресторане, в синагоге. Для кедуша вот у нас тут как бы сок, символизирует виноградное вино. Соответственно, кедушные, как говорится, все принадлежности. Сегодня все, кто придут на молитву, сядут по окончанию молитвы за стол и будут праздновать приход шаббата, субботы. Завтра будет вторая трапеза после утренней молитвы. Затем третья трапеза. То есть, как говорится, мы в этом плане выдерживаем, как говорится, полностью все субботние трапезы. Всегда мы всем рады, и любой, кто войдет в зал нашего молельного зала, как говорится, в синагогу нашу, будет, как говорится, уважен, посажен и будет являться таким же полноценным членом нашей общины. Хотя, если он даже приехал из Израиля или с Америки, неважно откуда, вот будет оказано, как говорится, всеобщее уважение и честь. Московская религиозная община горских евреев – хранители самого большого количества свитков Торы. Их в Аарон-Кодыше насчитывается 19. На подходе еще один свиток, пока без чехла, от семьи Исаевых. В конце апреля ожидается его торжественное дарение. Как правило, свитки дарятся в память о ушедших. И, как говорится, мы каждому свитку очень рады. Энергетика, которая исходит именно из этого, как говорится, святого шкафа, она колоссальная. И многие люди уже убеждались в том, что если подойти вот к нашему Аарон-Кодыш и о чем-то попросить, то оно обязательно исполняется. Это практически энергетика та же, что у стены плача в Иерусалиме. Примечательно, что реликвии различаются по своему внешнему обличию. Так семьи Ашкенасской общины приносят в дар свитки, обитые бархатом. А у сефардов принято облагораживать их драгоценными металлами. Каждый свиток висценен, имеет свою энергетику. И это ощущают все пришедшие на шаббат. Во многих культурах существует церемония перехода от детства к отрочеству. В иудаизме церемонию взросления девочек называют батмитцва. И проходит она в возрасте 12 лет. Наша съемочная группа побывала на батмитцве учениц московской школы лидерства Лаудер-Эцхаим и узнала все подробности церемонии. Батмитцва – один из самых важных дней в жизни еврейской девочки. С этого дня она сама отвечает за соблюдение заповедей. Батмитцва учениц 6 класса школы лидерства Лаудер-Эцхаим состоялась в детском центре еврейского музея. В этот волнительный день их пришли поддержать самые близкие – мамы, сестры, педагоги. По словам мудрецов, каждое поколение удостаивается спасения только в заслугу праведных женщин. Это и стало лейтмотивом праздника. Шестеро именинниц подготовили презентацию. Каждая выбрала в Танахе женский образ, который ей наиболее близок. Зива Исакова рассказала о праматере Саре. Эстер Ювашева – Алея. Рахель Ягудаева – Арахель. Рахель Ягудаев – Арахель Ягудаев – Арахель Ягудаев. Вторая рассказывается, что глаза у нее нежные, потому что она много плакала и молилась, чтобы не стать женой злодея самых. Сыновей она своих воспитала так, что они стали символом еврейских традиций. Папа, ты поступок хуже, чем указ фараона. Тот приказал уничтожать мальчиков, а ты решил уничтожать девочек. Лучше молись, чтобы Всевышний отменил указ фараона. С напутственной речью к девочкам обратились преподаватели школы Цхаим, которые всей душой болеют за них. К празднику к своему девчонки готовились очень ответственно. Они настолько волновались. Самое главное, что они приехали сегодня и сказали, главное это не сорваться. А вдруг я что-нибудь не то скажу. Я говорю, а что вы можете сказать не то? Вдруг что-нибудь навру. Они очень ответственные. Девчонки вообще замечательные. Они будут хорошими женами, замечательными мамами, прекрасными людьми. Я знаю, что женщина еврейская должна четко выполнять три заповеди. Это зажжение субботних свечей, это сохранение мира в семье и это разделение халы. Вы уже к этому готовы, потому что вы у меня самые лучшие, самые красивые, самые мудрые, самые любимые. В завершение праздника каждая батмитсва получила в подарок именной Сидур, а их матери – шабатные подсвечники. А мы продолжаем. В нашу рубрику «Делаем новости сообща» пришел любопытный материал. Молодые люди из Кубы прислали видео с праздника Хемазели. Смотрим. Ровно месяц назад на нашем канале началось регулярное новостное вещание. Мы выражаем благодарность в первую очередь нашим постоянным зрителям и тем, кто принимает активное участие в создании репортажей. За этот месяц мы сделали 20 новостных выпусков. Наши журналисты сняли более 50 репортажей из разных уголков мира. И в конце выпуска наша регулярная историческая рубрика. Ровно 48 лет назад, 3 апреля 1966 года, в прокат вышла комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Она стала самой кавказской комедией советского экрана. А множество крылатых фраз и образов из этого фильма навсегда вошли в нашу жизнь. Что? Что такое, дорогой? Птичку. Жалко. Их! Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! У меня теперь из этого дома есть только два пути. Или я ее введу в ЗАГС, либо она меня введет в прокурор. Не надо. Сам не хочу. Ну а на страницах нашего сайта вы узнаете, почему Израиль считается страной для очень богатых и для очень бедных. Каковы законы Хавдалы? Польский Сейм разрешил некоммерческую шхиту. Читайте stmegi.com и будьте в курсе. На сегодня это вся информация. С вами была Инна Изыхеева. Приятных вам выходных. Увидимся в понедельник. Ходокумек. Продолжение следует...